Всем добрый день! Есть кто-то, кто меня не знает? Поднимите, пожалуйста, руку. А, есть, отлично, супер! Тогда, как мы сейчас поступим? Смотрите, сначала я сейчас расскажу чуть-чуть о себе, буквально две минуты, чтобы вы понимали, собственно, что и как, почему я буду рассказывать, потому что моя задача сегодня, наверное, интересную очень тему затронуть, и вы здесь все не случайно, это тема именно взаимоотношений дизайнеров и поставщиков. Этой темой я занимаюсь достаточно давно, с 2016 года. У меня была задача сделать так, чтобы я сам дизайнер интерьеров и увожу студию дизайна. Собственно, я сам веду проекты и комплектую, и получается так, что у меня дополнительно есть команда, кто этим тоже занимается. И, к сожалению, очень часто вижу проблемы в отрасли. Проблема заключается в следующем. То, что дизайнеру вроде надо работать с поставщиками, но он не может найти качеств, не может найти хороших. Ну и поставщикам, соответственно, нужно тоже продавать свои продукции. И у многих продукции классная, хорошая, интересная. Но как о ней рассказать, как о ней донести людям, тоже не всегда понятно. В итоге что получается? В итоге дизайнеры сидят, работают, поставщики начинают звонить, ну и, естественно, контакта не получается. Я озаботился этой темой, потому что мы делаем в том числе и проекты большого характера. Допустим, Москва, Сити, вот здесь делали несколько помещений. И там, к сожалению, для того, чтобы все это сделать быстро и эффективно, нужно большое количество качественных поставщиков и большое количество комплектаторов, либо дизайнеров, которые с этим работают. И тогда мы, по сути, попали в некий стопор, потому что вроде много коллег, у кого можно купить продукцию. Но когда начинаешь общаться, тоже возникают, в общем, организационные проблемы. И я подумал, как сделать так, чтобы было эффективно работать. И начал разрабатывать тему. Делал ее, ну, в течение, наверное, полугода, потом обкатывал. И тема заключается в следующем. Чтобы найти, чтобы сделать так, чтобы найти правильную модель работы поставщика и дизайнера, нужно понять, что нужно каждой стороне. То есть, согласны? То есть, нужно понять, что хочет дизайнер, да, и какие есть типы клиентов, как кому показать там свою значимость. Плюс очень важная часть – это упаковка, собственно, как сделана упаковка для поставщиков. Когда мы отсылаем письма, когда мы делаем презентации, когда мы рассказываем вообще о теме, ну, где бы то ни было, чтобы она воспринималась. И сегодня я покажу вам, наверное, удачные примеры, которые сработали. И покажу технологии. Вы сможете ее сфотографировать тоже. И, возможно, тоже опишите свои компании и свои товары, именно как мы рекомендуем. Я лично провожу, собственно, обучение, в том числе и для поставщиков. И лично сам пишу, работаю с компаниями. И у нас получается такая тема. Я уже написал лично несколько карточек и получил обратную связь от дизайнеров. Вы увидите, буквально вчера был последний пост, когда я его опубликовал просто для теста. Все подумали, что ничего себе, какая штука, где нам познакомиться с такими поставщиками. Этот пост просто так я написал. Я его просто придумал для книги, которую сейчас пишу. И в этой книге будет разложена вся методика. И я вам покажу сегодня его структуру и покажу, почему он работает. И если вам будет интересно, я вас сегодня научу, как делать примерно такое же, либо какая логика должна быть в голове у поставщиков и партнеров для того, чтобы все это дело работало. Окей? Тогда начнем. Все, наверное, я не покажу, но какие-то части сегодня успею показать. И самое главное, наверное, сосредоточимся на примере. У вас в процессе будут какие-то вопросы, да, вы сможете их задавать, я на них вам в любом случае отвечу. Так, давайте посмотрим. Итак, для тех, кто не знает, я немножко расскажу о себе, покажу просто работы. И дальше уже перейдем к теме. Мы делаем достаточно сложные проекты. Это такая вот туристическая квартира. Мы делаем ее и вообще другие проекты, и эти, и концепции, и с реализацией полностью. В данном случае это с реализацией было. Вот эта фотография, а это, собственно, как было придумано. Делаем достаточно простые объекты, в том числе современные квартиры с хитрой конструкцией. Ну, то есть понимаете, что вот одна из ключевых здесь вещей, это вот эта вот центральная зона, здесь высокие потолки. И для того, чтобы соединить вот в этой конструкции и камин, и аквариум, и телевизор, и с той стороны еще кухня, и сделать вытяжку нормальную, и все это дело, чтобы заработало, пришлось соединять несколько разных подрядчиков и поставщиков для того, чтобы это все имело вообще возможность в жизни реализоваться. Вот это мы тоже делаем. Поэтому не понаслышке знаем о всяких разных междоусобицах, которые возникают на проекте. И благодаря сегодняшней системе, которую я рассказываю, мы сможем это все избежать. Классические интерьеры. Ну, это я показываю для того, чтобы было понятно, что стили совершенно разные есть. Объекты тоже, вы видите уровень, какие мы делаем. И эта история именно работает только благодаря общему усилиям. Это вот терминал Москва-Сити. Мы закончили там, по-моему, пару лет назад. Сейчас он уже открыт, можно там походить. И АКЮ-Квартал, Три Башни. Там все тоже это делали. Вот на этом как раз проекте нам потребовалось работать с большим количеством. Тут задача была сделать так, чтобы не было иностранных поставщиков, а были только российские. То есть импортозамещение мы здесь прочувствовали полностью. И могу сказать следующее, что точно можно российскими компаниями комплектовать практически все. У нас в субботу и воскресенье в эту уже будет дизайн-конференция, где я являюсь организатором и ведущим. И приглашаю вас тоже, если кто-то не идет еще. Там будут 600 дизайнеров, 650 дизайнеров, где мы будем и руководители студии, где мы будем общаться. И где будут выступления 30 спикеров, 30 дизайнеров. Это будет на выходных. Если кому-то будет желание, особенно поставщикам актуально, познакомиться с дизайнерами, будет вот такая тусовка. Она раз в год происходит. Подойдете, я расскажу, где приобрести билеты. Суббота, воскресенье, понедельник. Так, ну тут концепция моей студии. Я думаю, сегодня это не так актуально. Вот, если контакты будут тоже интересны, найдете, наберете Станислав Орехов, меня так зовут, в Яндексе. Там выйдет сайт, либо вы можете сфотографировать, Инстаграм подписывайтесь и этот самый сайт. Окей, если вот на это сообщение пришлете имя и почту, вам дополнительный бонус для поставщиков. Мы вышли вам. Напишите только имя, свое и почту. Окей, идем дальше. Со знакомством закончили. Теперь давайте перейдем к чему? Давайте перейдем к вопросам немножечко, да? Кто поставщик, какие у вас, собственно, сложности возникают, есть ли какие-то? Давайте, чтобы немножечко не только я рассказывал, вместе с вами поработаем. Что не получается или что наоборот получается? Либо похвалитесь, либо пожалуетесь, как в работе с дизайнерами у вас идет процесс. Саша, помоги с микрофончиком, пожалуйста. Кто готов? Какие вопросы у нас сегодня есть на повестке дня? Сегодня ответим все. Сегодня можно спрашивать что угодно и получить системный ответ по всем темам. Да, все слышно. Извините, не обязательно? Возьмите только темы. Ну, если стесняетесь, то да, можно и не приглашать. Мы занимаемся стеклянными конструкциями. Отлично. И много заказов в интерьер идет. Проблема с дизайнерами. Одна из проблем с дизайнерами. Следующая. Технологически сложные конструкции. И дизайнеры уходят от технических сложностей, предпочитают идти весят. Многие предпочитают идти по проверенным вариантам отделки. Там, где нет проблем, это уже на 100 лет откатано. Но это будет множество вопросов, что просто нет, зато нет проблем никаких. Вот одна проблема для затратки. Отлично. А давайте вот как сделаем. Давайте, смотрите, я сегодня вам по-любому расскажу сегодняшнюю тему, но и плюс я отвечу на вопросы, системно отвечу на вопросы тех, кто их задал, в том числе и на ваш вопрос. Я его сейчас запишу. Это дизайнеры, значит, не делают, хотят уйти от сложных элементов и делать простые. А можно уточнять еще у вас вопрос? Как вы думаете, почему они это делают? Как вы думаете именно? Дайте, пожалуйста. Одна из причин заложена в той теме, которую вы обозначили. Есть сомнение у дизайнеров в том, что вот эта технически сложная вещь будет сделана с достаточным качеством. Причем с качеством достаточно не для самого дизайнера, а именно для его заказчика. А вы качественную продукцию делаете? Мы делаем достаточно качественную продукцию, но на продукцию можно достал. Отлично, спасибо. Все, я записал, разберем ваш вопрос обязательно. Еще есть какие-то либо вопросы, либо наоборот, что получается? Похвалитесь. Вы вообще работаете? Кто работает, поднимите руку вообще в целом. Расскажите, с дизайнерами кто работает, что получается или не получается. Поднимайте руку. Смелее. Смелее. Что? Не страшно, давайте. Мне должно быть страшно, я тут сижу и отвечаю. Вам-то что? В чем проблема у вас в денежной? В денежной? А в чем? Что с деньгами? В чем сложнее, чем больше доморочек. А, ну... Не хватило денег, да, на конструкцию? Окей. Не то, что они говорят, тут очень нравится. Очень нравится, но дорого. А вы что производите? В дизайнерах дорого. У нас нет денег. Заказчики или дизайнеры? Заказчики. Заказчики. А вы что производите? Лакокрасочные. Лакокрасочные. Ага. А у вас есть понимание, то есть, почему ваше лакокрасочное дороже? То есть, они-то что-то все равно покупают? Разница? У нас много разных брендов, в основном мы занимаемся декоративными материалами. И декоративным материалом есть премиум-сегменты и эконом-сегменты. Когда клиент выбирает премиум-сегмент, дизайнер нам этого клиента приводит, он у нас это все покупает. Когда мы начинаем отключивать стоимость, что это качество, они говорят, как дорого, и берут, получают... У вас же. У нас же. Ну, так тоже неплохо. Понятно. У нас разные заработки. Ну, понятно. Окей. Плюс еще у нас очень мало дизайнеров, вы бы хотели заявить о себе о том, что вы есть, и вы со всеми сотрудничествами. Отлично. 2000 рекомендаций дизайнерам хотите? Хотите. Подойдете в конце. Дам. Расскажу, как это сделать. Еще кто? Ну, смелее, смелее. Ну, что такое? Не останавливаться. Не-не-не, ну, давайте, вот мы наберем сейчас 3-4, и нам хватит. Может быть, да, может быть, это будете вы. Ну, еще есть такая проблема, что зачастую дизайн-проект, когда объект, если мы говорим про новый объект, выходит на стадию завершения стадии объекта, он выходит только со строительной частью. А дизайн уже делается под готовые строительные какие-то решения, и дизайнер-проект начинает решаться беговую ломку. А как же то, что ему выдели, нужно будет что-то особенное, хорошее и красивое. И за счетую эта проблема, она решается крайне сложно. Как? И для нас это тоже обидно. Как она решается сложно? Сложно решается, но... Сейчас попробую сказать. Ну, вот есть такой объект Сочи, я разумею, центр Галактика, который строил Гэспром, и туда вышли дизайнеры, вышли туда уже тогда, когда была построена коробка. Была задача вот каким-то образом сделать красиво. И это все делали в сжатые сроки, и в результате возможностей технических, технологических, современных возможностей, как это можно все облицелять с темой, у нас была не только стеклянка алкоголя, были использованы в осеннезреченном виде, потому что мы подгоняли сроки и возможностей технологических от того, что не имеется. И вам это не нравится, получается, да? Или как? Это не понравилось нам, не понравилось дизайнерам, не понравилось заказчикам. Но сроки были соблюдены, да? Сроки были соблюдены, качество в целом было достаточно лучше, но вполне идеально и лучше. Отлично, спасибо. Давайте еще одну. Последнюю. Кто готов? Никто никаких проблем не имеет ни с дизайнерами, ни с клиентами. Да? Что же мы обсуждать будем? Чувствую, информации вам недостаточно будет полезной и нужной. Окей. Все? Еще что-то есть? Давайте смелей. Очень часто. Подождите, сейчас секундочку. Смотрите, как вы вообще будете продавать дизайнер, я вообще не понимаю. Ну, то есть, ну, реально я очень удивляюсь. Как? Ну, то есть, я, смотрите, я дизайнер, я ваш клиент. Вы сидите, даже не говорите, чем вы занимаетесь. Я просто, ну, я вообще не понимаю. Это, мне кажется, ну, либо не сработает, либо сработает очень странно. Я бы, в первую очередь, я бы с этим просто поработал, то есть, наверное, вот с этим надо работать. Все остальное, там, что я сегодня буду рассказывать, оно в целом, ну, сильно пока не нужно. Как надо делать? Вот ты где-то находишься, вопрос задают, кто я. Да, я такой-то, такой-то, чем я, когда на конференцию хожу, я в первый ряд сажусь, даже если там билет дороже. Я говорю, окей, я буду сидеть. Стоит лектор, я рассказываю, я стою, говорю, вы знаете, очень классная тема, очень актуальная, очень нужная. Вот, я, кстати, занимаюсь дизайном, я дизайнер, делаю там такие-то проекты. Вот, и у нас был такой случай, или я делаю, получается, такие случаи. Вы с таким сталкиваетесь, тут он мне начинает отвечать. Что происходит в этот момент? В этот момент я, какой-то человек, который сидит в зале, купил билет, со спикером начинаю работать, все остальные смотрят. А если я еще скажу, а знаете, что я могу сделать дизайн, в чем моя специализация? Моя специализация заключается в следующем. Я могу взять, условно, там, 100 тысяч, а дизайн сделать на миллион. И у меня были такие примеры. И вот это, как бы, моя специализация. И люди сидят в зале, они такие смотрят, ничего себе, кто там, кто это такой? И потом они ко мне подойдут. И мне, в принципе, больше уже даже делать ничего не нужно, я просто потом встану в уголке, и они подойдут. Слушайте, а вы делали дизайн, как вы делаете? А еще я могу хитрее сказать. Я могу сказать следующее. Я могу сказать, что вообще я специализируюсь на квартирах под сдачу в аренде. Но я не просто специализируюсь, я помогаю собственникам зарабатывать деньги. Как я это делаю? За счет дизайна, потому что по совместительству я дизайнер. Клиент дает мне 500 тысяч, а я ему 500 тысяч, условно, возвращаю через 3 месяца. Это выгоднее, чем финансовая пирамида даже. Я могу так сказать. Он подойдет ко мне и скажет, а как ты это делаешь? Я говорю, отлично, вот сейчас тебе распишу, расскажу. Понятно, что это целевой клиент уже. Я взял у него тут же контакт. И что произошло? Вот я вас спрашиваю, вы сидите, ничего не делаете. А по сути можно прийти куда угодно и не терять время. Спрашивать, рассказывать про себя. Почему я вытягиваю, чем вы занимаетесь? Почему? Ну, то есть нужно это общение. Без этого вообще никак это в целом не будет работать. Потому что дальше все методы, они, ну, они бесперспективны совсем. И сегодня то, что я буду рассказывать, окей, я вам расскажу, как писать. Но когда дизайнер позвонит и спросит, а как и чего, смысла вообще не будет. Поэтому, окей, это такая вот тирада, но в целом обратите внимание на эту часть. Давайте тогда начинать. Смотрите, кому полезно будет, тому будет полезно, отлично. Кому не до конца, тому не до конца. Итак, что у нас есть? С чего мы начнем? Я вообще скажу, что у нас есть 12 основных тем. Как я вам сказал, сейчас пишу книгу по этой теме. Уже закончил ее, вот буквально завтра ее в печати даю. На дизайн конференции будет экземпляр, и мы сможем поработать по ней. Плюс у меня по этой теме был курс для поставщиков. То есть я провел 50 компаний, предлагал им пройти, заполнить все эти анкеты и сделать нормальную упаковку для себя. Что я подразумеваю под упаковкой? Упаковка – это то, чтобы вы четко, точно понимали, с какой аудиторией, как вы работаете и кто у вас покупает, чтобы не было проблем, что, вот как вы сказали, отличная история, да, то, что вы отметили. А как вас зовут? Да. Константин? Вот, Константин сегодня отличную историю рассказал, и я спросил, заметили, что вы спросили, ну, а как бы в итоге-то срок соблюдаете? Да, срок соблюдаем, а остальное не имеет значения, потому что, в принципе, ну, нельзя одновременно все сделать и срок, и качество, и чтобы все были довольны. То есть у тебя либо срок, да, либо качество, либо там какая-то идея. Срок поставили, срок сделали, значит, как-то сделана работа. Окей, я тоже не всегда доволен всеми нашими проектами, но не в плане нашей работы по проекту, а в плане того, что как это получилось физически, да, как это у нас выглядит, и можно ли публиковать в журнале или нельзя. Очень часто мы делаем проекты, и у нас получается следующее, что, ну, просто клиент упрощает. Он говорит, слушайте, все классно, вы нарисовали, все отлично, давайте все отрезать. И я не бешусь по этому поводу, я не переживаю, хотя моя дизайнерская часть как бы говорит, постой, ты же рисовал, ты душу вложил, да какая разница, мы или душу свою вкладываем, которая, по сути, никому не нужна, я в целом никому не интересен, я интересен только настолько, насколько я могу принести пользу. А польза заключается в том, чтобы клиент получил выгоду свою. Вот это самая главная часть, и с такой мыслью надо идти. То, когда мы отсылаем там, ну, наши работы, наши проекты, вообще всем все равно, ну, то есть в целом. И мыслить очень важно с категории, для чего мне дизайнер сейчас слушать там себя, для чего, какую пользу я несу клиенту. С такой мыслью, если работать, то будет все нормально. Значит, из чего состоит, я сейчас просто вам кратко расскажу. Собственно, книга будет, она будет в книжном магазине, все, что я рассказываю, вы сможете приобрести. И я здесь просто как-то еще сделал еще одну интересную модель. Опять же, я, так как я дизайнер, да, и при этом я системный человек достаточно, я умею описать ситуацию с разных сторон. У меня такая способность есть, я не знаю, откуда она взялась, но она у меня есть в голове. Я вижу ситуацию абсолютно с разных историй и могу соединить клиента желания, могу желание поставщика и желание дизайнера. Я знаю эту кухню отовсюду. И за счет этого я могу, собственно, описать все эти процессы, которые происходят. Читая этот материал, вы смотрите, ага, дизайнер выбирает поставщика вот именно так. Давайте я сейчас покажу, собственно, о чем тут идет речь. Допустим, первая часть, что не так. Глава номер один. В ней есть 15 самых главных, самых важных историй. Я, кстати, если будет интересно, у меня здесь есть mind map, конспект, то, что я сегодня рассказываю, такой детальный конспект. Когда вы, ну, если вы захотите, я вам пришлю на почту, его вы сможете дома поподробнее посмотреть, того, что внутри. Так вот, что не так. Первая часть, она заключается в том, что когда, допустим, поставщик звонит, и дизайнер недоволен, да, но что можно сделать? Я сегодня покажу вам кейс холодного звонка, который становится из холодного в теплый. Интересно такая штука? Можно прямо звонить, и дизайнер будет говорить, блин, где же вы раньше были, уважаемый поставщик мечты? Если бы кто-то, если бы хоть один с нами так разговаривал, вот, но такого не происходит. И я вам покажу подтверждение. Этот пост я опубликовал только вчера, и там уже там куча-куча комментариев, куча дизайнеров сказали, да, это дельно. Кто-то видел пост вчера на фейсбуке? Ну вот, собственно, ну, казалось, что кто-то написал. На самом деле, просто я придумал, опубликовал, посмотрите, что получится. Я сегодня разберу. Собственно, здесь вот надо понять две вещи. Первая вещь – это то, что звонить. Если звонить, то как? Используй, и работают даже холодные истории, абсолютно точно. Вторая вещь – если писать, то тоже писать надо по делу, и писать то, что нужно. Если будет время, сегодня и писанину разберем. Значит, следующая часть, номер два – это хитрости поставщиков и клиентов. То есть понятно, что у нас есть разные способы, с помощью которых и клиент может выуживать у нас дополнительную скидку у вас, и дизайнер может, естественно, и дизайнер между клиентом. То есть понимает, что вы платите как поставщик агентское вознаграждение дизайнеру, и дизайнер туда хочет влезть. В этом конфликте тоже надо разобраться, но так, чтобы объяснить каждой стороне, что нормально. Не замалчивать его под одеялом где-то, а разобраться детально. Что для дизайнера это вознаграждение с денег, которые получают, которые не платят клиента, который пристыковывается к поставщику. Для клиента, что это его не касается, для, соответственно, кого там еще у нас осталось, для дизайнера, что он гарантированно получит эту историю. Третья часть – проблема с поставщиком на проекте. В чем заключается? В том, что когда, к сожалению, мы берем проект, естественно, заказчик говорит, давайте подешевле кого-нибудь возьмем, давайте возьмем кого-нибудь, а он нам сделает так же качественно, как нужно. К сожалению, чудес не бывает. Мы с вами все знаем, здесь же, наверное, никто плохую продукцию не выпускает. Все говорят, да, мы все молодцы, но на самом деле все молодцы, это отличная история. Но до поры до времени, до того момента, пока наши задачи, которые мы делаем, не переходят в руки наших сотрудников или ваших. И я говорю здесь не то, что поставщики плохие, дизайнеры хорошие, ничего подобного. У дизайнеров возникают такие же проблемы. Я как руководитель студии и работаю с людьми, я точно понимаю, да, хочешь сделать хорошо, как сделай? Сам. Сделай сам. И это вечная тема, умение работать с людьми, умение выстраивать процессы. И я понимаю, да, что у меня тоже там не все гладко. И не только у меня. Это не все гладко и у поставщиков точно так же. Но самое прикольное, что и клиент понимает в целом, да, он может делать вид, что он такой вот ничего не соображающий. Но у него, скорее всего, тоже бизнес, и, скорее всего, он тоже понимает, как там все работает. Вот. И это просто такое вот естественное желание сделать это все подешевле. Оно всегда присутствует. И что это нам дает? Это нам дает, что мы просто должны это понимать и должны с этим нормально работать. Люди, они в целом не то, что хотят вот за 3 копейки купить все. Если бы это было так, то все бы ездили на самых дешевых автомобилях, которые только есть, на такси, которые идут. Но посмотрите вокруг, да, у нас вокруг люксовые внедорожники у каждого второго. Вот. Это говорит о чем? Что люди готовы платить, но они не понимают за что. А не понимают они не потому, что они глупенькие, а потому что мы не можем объяснить. Объяснить как, каковы критерии. Вот у вас краски, допустим. Объясняете ли вы в практическом плане, чем краска премиум-сегмента отличается от эконом? За что я плачу? А можете вот быстро сказать, чтобы я тоже понял? Я пока водички попью. А, у вас есть два микрофона. Скажите, чтобы было понятно. А мы сейчас посмотрим, понятно ли будет или нет. Возьмите мой. Как раз, как самая большая разница, это в качестве. Качество поражается в том, сколько лет и сколько времени нанесенные продукты прослужат. И как он будет выглядеть. Если мы пьем более дешевые, то это визуально даже и профессионал может заметить. Разводы от валика. Какой бы мастер ни был профессионалом, он очень-очень великолепный, дешевый. И все это такое изгибло. А в чем разница, сколько процентов или сколько денег? Сколько стоит дешевый метр краски и дорогой? Дешевый это до 100 рублей. Дешевый это около 500-600 и еще. То есть, ну, в среднем, да? То есть 600 рублей в 6 раз. А сколько прослужит лет, там, старая краска? Десять. Десять. А новая? В гарантии 100 рублей. Новая. Не новая, а классная именно. Ну, как, прошу прощения. Ну, в общем, сколько дешевая краска прослужит? Дешевая год, максимум два. Год-два. А потом что произойдет? Она на ней будет вся грязь видна. Она выцветает. Ага. Выгорает. Отлично. А дорогая? А дорогая она не будет. Десять лет. Да. И клиенты приходят, они понимают эту разницу? У вас стенд какой-то есть, где вы это прям показываете? Конечно. И он такой говорит, я осознанно принял решение, что я хочу дешевую, да, потому что дешево. Правильно? Но, смотрите, это хорошо. Вот хорошо, что у вас это есть, хорошо, что вы рассказываете разницу. Это очень клево. О чем это говорит? Просто, что к вам приходят клиенты, я не знаю как, вот, то есть вы, это уже еще отдельный вопрос по привлечению клиентов. Розничный магазин. Вот, розничный магазин. Туда приходят клиенты, которые, ну, понимают, что, окей, у меня мало денег, я куплю это, у него может быть выхода нет. Он говорит, ничего страшного, я перекрашу, я буду каждый год сам перекрашивать, у меня будет такое хобби. Это его выбор, это нормально, ему не надо навязывать дорогой продукт, потому что, ну, ему действительно это не нужно. Он купит себе дешевый автомобиль и будет на нем ездить, это окей. Вот, теперь встает вопрос, как вам привлечь просто другую аудиторию, да, которая, соответственно, хочет и понимает. Нет, я не хочу вообще, я хочу сделать ремонт один раз на 10 лет и больше к нему не возвращаться. Я, допустим, такой клиент, вот, меня надо привлечь. Как меня привлечь? Скорее всего, через дизайнер, абсолютно точно. Соответственно, мы сейчас выходим на что? Не на то, что как бы сложно объяснить. Объяснить не сложно, вы только что объяснили, это отличный пример. Действительно, мало кто. Я вот сколько с красками, кто приходил ко мне, там, консультироваться, работать. Я говорю, ребят, объясните мне, в чем разница. Я не понимаю, химический состав, качество, в чем это выражается. Вы, по-моему, вот единственные, кто прямо сказали, слушайте, вот на этот пыль, и она через год там сотрется, и у меня стенд есть, вот так она будет выглядеть. А вот это вот так, это отличный пример. И его можно сфоткать, его можно показать. Смотрите, я работаю 17 лет в дизайне, я еще ни разу такого примера не слышал и не видел, самое главное. Если у вас есть, что показать, продемонстрировать, полить водой, шлангом, поцарапать, вы можете про эту тему видео снять, выложить так же, как я, или отослать мне. Я сделаю там репост, разошлю, и я скажу, ребята, первый раз в жизни на выставке мне кто-то объяснил, чем дешевая краска в практическом плане для меня отличается от дорогой. Поэтому вот эта тема очень клевая. Беда в том, что так, как вы, никто не делает. И может быть, вы даже тоже не делаете, просто я сейчас спросил об этом. При мне, ну, у нас в розничных магазинах продавцы, а я иногда, когда к нему заезжаю, смотрю, заходила молодая мама с ребенком и с папой. Ребенок с папой на диване сидела, молодая мама взяла наш выкрас, начала его надать, попросила салфетки, воду, начала выпирать, распирать. Вы снимали это все дело? Не успею. Надо было сесть. Ну, у вас клевая тема, и это самый лучший, чувственный опыт. То есть, в идеале, когда мы, как мы делаем рекламу, нам не надо ничего писать, нам не надо там рассказывать. Идеально это показать, дать потрогать, если это возможно. Автомобиль, тест-драйв, это идеальный способ. Диван посидеть, не надо его фоткать, там, какой он классный, дай посидеть человеку и дай потрогать тактильно. У вас краска, да, возьми ребенка, вот. Ну, вы же можете это симулировать, эту историю. Берешь ребенка с вареньем раз, а потом раз, помыл тряпочкой, и как новая. Вам больше, по сути, ничего не надо. 10 секунд ролик в инстаграм. То есть, вы можете эту штуку сделать прям сразу же, уже сейчас, придя. Это элементарно вообще. И вы положите 2000 рекламу и напишите заявку следующую, что, типа, ребята, вот в чем отличие краски, значит, приходите, объясняем так-то и так-то. То есть, присылайте там контакт, ну, а дальше уже дело техники, по сути. Сегодня послушайте, посмотрите. Все остальное, это уже дальше все очень будет просто. Ваша, ну, сейчас задача, что сделать? Не людям с улицы пытаться объяснить свойства этой краски, им все равно. Ваша задача взять дизайнеров и объяснить им, смотрите, какая тема, и дать им понять, что вы их понимаете. Сейчас я дам ключ, как это сделать. Есть 4 типа, 5 типов дизайнеров, и у каждого есть свой подход. Сейчас мы до этого дойдем. Понятная штука? То есть, основная мысль, если можно что-то показать, как это работает в жизни, надо это показать. Я вам сегодня тоже покажу, вы увидите. Ну, сегодня я не только рассказываю, да, я буду и показывать то, что я рассказываю. Значит, ну, и опять же с вами будем как-то работать. Так, дальше у нас что? Дальше у нас, как дизайнер работать на проекте. А, вот типы дизайнеров. Очень важная вещь. Короче, третье мы не сильно поговорили, но это не так важно. Типы дизайнеров. Мне кажется, это будет более полезная и важная информация. Смотрите, вы должны понимать, что есть 5 типов дизайнеров. И еще второй момент, что дизайнеры сами это не всегда понимают. Но я сейчас вам расскажу, и вы сможете уже их видеть. И вы сможете по вопросам задавать эти вопросы, и сможете получать внятные ответы. Для чего это надо? Это нужно для того, чтобы вы понимали, как с ними работать. Какие материалы для них создавать и как им продавать, условно говоря. Дизайнер номер один. Это дизайнер, ну, как, студент. Он еще не дизайнер, он только учится. Он тупо учится в каком-нибудь институте, вот, или смотрит лекции на YouTube, или еще что-нибудь. И он хочет быть дизайнером. Вот. С такими дизайнерами имеет смысл работать, наверное, более, там, каким-то крупным компаниям, да. Заходить заранее в ВУЗы, договариваться. То есть, это отдельная тема. Для этого есть вот замечательное агентство «Аркдиалог», вот Саша, представитель. Они этим занимаются. За недорого можно попасть в умы дизайнеров заранее. Это очень клевая история. Плюс потренироваться, рассказывать эти темы какие-то, да. Объяснить людям с детства, чтобы они понимали, как это работает в жизни. И что это даст? Это даст то, что они вас запомнят, и они вас посоветуют. Еще один момент неочевидный, который, ну, действительно, мало кто понимает. Но я вам точно скажу. Один из моих самых первых проектов, как это ни странно, был дом на полторы тысячи метров на Рублевском шоссе. Это очень дорогой, мощный дом, и я его получил достаточно случайно. Еще, по сути, не будучи дизайнером. И мне пришлось, я получил заказ каким-то образом через визуализацию, и мне пришлось быстренько учить дизайн. Ну, так случилось. Это несправедливо, естественно, да. То есть, это какой-то непонятный там мальчик, выскочка, взял и получил заказ как-то. Но это ни на что не влияет и никого не волнует. Жизнь, она такая. И что значит? Значит, что если в тот момент у меня был просто, был такой мозг-сканер, я изучал вообще все, что нужно. И любая нормальная, внятная информация мне помогла. Любых поставщиков, я еще тогда не разбирался, какие хорошие, какие плохие. Я брал всех, и мы поехали на объект делать. Всех, кто первый отозвался, просто кого я знал, я всех просто туда гнал. И я такой не один, таких людей много. Сейчас, ну, опять же, молодежь, если работает, там уже у людей с деньгами, у них уже подросли, собственно, дети. Вот с того, да, кто там замки настроил. И у них, соответственно, уже есть, кто-то из них дизайнером становится, да. Кто-то там второй дом строит, кто-то третий, кто-то себе квартиру. То есть, такие люди есть, и я вижу их постоянно. Так как я занимаюсь в том числе и обучением, я работаю с этой темой достаточно плотно. Я таких людей вижу каждый раз. На прошлой дизайн-конференции, когда мы были, собственно, там тоже была девушка, она там встает и говорит, знаете, вот я только учусь, но у меня уже два дома. Как так получилось? Говорит, ну, и просто я папе, там, другу папе сказала, что я дизайнер. Говорит, ну, давай сделаешь мне там какую-то баню. И она вот делает там какую-то баню огромную. Говорит, помогите мне вот здесь, я не справляюсь. Ну, то есть, это очень клевая тема. Вот, это первый тип. Студенты, не скидывайте их со счетов, к ним очень просто зайти. Часть номер два. Это те, кто уже отучился, но кто не… Короче, у него опыта еще мало. Он уже отучился, он пошел работать либо в компанию, либо собственной практикой занялся, но уже у него есть какие-то проекты. Чаще всего это могут быть эконом-проекты, но это тоже хорошо, это просто аудитория. То есть, с ними так же работают, в принципе, как студентами. Останавливать сейчас не будут дальше по этой теме. Новички. Следующий, более интересный дизайнер, вообще, две основных категории. Категория – это дизайнер-перфекционист. Это дизайнер, который полностью хочет все сам контролировать. Он считает, что он должен делать дизайн от начала до конца, до каждого шурупчика последнего, и он будет максимально детально работать с поставщиками, то есть, с вами. И ему нужно так рассказывать, что мы сделаем все, как вы хотите, сделаем выкрасы, какие должны быть. То есть, все полностью с вами отработаем и ни в коем случае не будем проявлять самодеятельность. Он чаще всего высокомерный, это тоже нормально, он думает, что он молодец, и он очень крутой. И это действительно так, он действительно очень крутой, и он действительно большой молодец в этом плане. Вот. И, ну, это такой человек-звезда, то есть, неважно там, сколько у него проектов, просто он себя так чувствует и сам себя так ведет. То есть, ему важно творить, ему даже не столько деньги важны, сколько то, как будет сделано, должно воплотиться, и потом он это опубликует где-то в журнале. Есть человек, следующий тип, это четвертый, это концепт-дизайнер, который много делает, много делает картинок, и он, наоборот, не хочет влезть в детали. Его ключевая специфика заключается в том, что он работает с клиентом, и работает, то есть, его кайф, то, что он умеет договориться с клиентом, и умеет делать качественные, эти самые, эскизы, и делает он их в 3D-графике, а дальше клиент сам воплощает, скорее всего. Вот. Такого человека можно привлечь чем? Что вы не будете требовать от него ни в коем случае никакой детализации, он вам отдаст идею, и, значит, вы ее сами доработаете. То есть, ему совершенно другая модель продаж, полностью другая, отличающая. И ключ, ну, и пятый тип еще есть, это тип, когда дизайнер хочет сам, когда дизайнер хочет сам что-то придумать, да, с вашей продукцией, да, то есть, берет лестницы, берет краску и придумывает что-то новое, да, чего еще не было, и за счет этого, ну, придумывает какие-то новые идеи в интерьере. То есть, ему не хочется купить продукты, да, и материалы, ему хочется что-то на их основе сделать, чтобы выразить свою творческую индивидуальность. Это пятый тип. Такое тоже бывает. Но основные это два. Это перфекционист и концепт-дизайнер. Вот. Как только вы сможете их отличить из всех остальных, то есть, а как их отличить? По сути, очень просто. Можно задать правильный вопрос на входе. Типа, вы как вообще хотите? Вы хотите нам, у вас есть эскизный проект? Вы хотите нам эскизный проект отдать? И мы все сами доделаем за вас. У нас суперские дизайнеры внутри, которые поймут, что вы хотите, сделают вообще за вас все, как вы хотите. И вы возьмете наш проект, нашу спецификацию, пойдете к клиенту и скажете, что это вы сделали. То есть, вот такая мысль должна быть. Он такой, да, как я сейчас всех обману? За меня поработает поставщик, подберется мебель, все материалы. Я приду и скажу, а это я так и хотел. Клево же, он экономит свое время, за счет этого он делает несколько проектов. То есть, как бы это цинично, он так думает в любом случае, вы должны это понимать. Он никогда в этом не признается, но таковы мысли. За счет этого он может делать много проектов сразу и работать. И, ну, естественно, ему тоже об этом так не надо говорить. Ему надо сказать, что мы сделаем все за вас. То есть, возьмите нас в качестве бесплатной рабочей силы, условно вот так. И представьте нас клиенту. Ему это будет выгодно, потому что мало кто из поставщиков будет с ним так общаться. А именно вот эта вот клиентаориентированность, она очень сильно привязывает к себе. И если мы понимаем, что мы можем сделать там, по сути, нам ничего делать особо не нужно. Нам нужно взять просто технолога, который и так все делает, который и так считает бесплатно с мета. Просто по-другому немножко общаться. Второй момент, это если дизайнер перфекционист и наоборот, он скажет, не, ни в коем случае, что вы сейчас там будете придумать. Я вам отчертил, вот мои чертежи, пожалуйста, не на граммы от этого не отступайте. Согласуйте со мной образцы, каждый, каждый шурупчик, каждую деталь. И вы должны тогда по-другому работать. И как только вы это поняли, вы говорите, окей, смотрите, как мы работаем. Мы ни в коем случае вашему клиенту не идем ничего согласовывать с вами. Мы покажем вам все, мы покажем вам вот это, вот это. Мы привезем курьерская доставка, вам придут все нужные образцы. Вы посмотрите, если что-то не понравится, мы переделаем. Мы спросим вас, как нужно, и покажем вам детально. Соответственно, вот с таким подходом. Да, я сейчас и в первом, и в втором случае немножко утрирую, но идея и мысль должна быть такая. В этом случае что он подумает? Он подумает, ничего себе, я делаю проект, я делаю проект, это и есть люди, которые вообще мне не перечат, которые там не придумывают мне чего-то необычного, которые просто тупо делают, что я хочу, я знаю, что я хочу. Ему в жизни попадаются другие поставщики совершенно. В жизни ему попадаются поставщики, которые начинают его учить. Не надо его учить. Он сам научит, он молодец. И с этим подходом можно идти. То есть это именно потребности, которые возникают. Если понимать, какие дизайнеры здесь идут, это типы дизайнеров, типы клиентов, можно с ними работать. Соответственно, как хитрый лист с вашей стороны, как поставщики, подстраиваясь. Я вам объясню, мы делаем то же самое. Когда к дизайнеру приходят клиенты, то мы тоже понимаем, так, этот эконом, значит, ему надо давить на то, что дешево будет, и все будет включено, и ничего ему за этого не будет. Если бизнес, то какое? Цена-качество соотношения, премиум, индивидуальный подход. Мы точно так же делаем, мы быстро фильтруем, какие у нас есть клиенты, типы клиентов, и под них работаем. И под эту тему у нас затачивается все. И рекламные материалы, и видео, и детализация на сайте, и письма, которые мы пишем, и посты в фейсбуке. Мы всегда должны понимать, что мы делаем, для кого и как. И нельзя просто так что-то написать, вот у нас самые лучшие, самые красочные краски для всех. Нет, это не работает, абсолютно не сработает. Или лестницы, сделаем любые на любой заказ. Нет, вам надо разделить, прям даже на сайте, либо сделать 2 или 3 сайта для каждой аудитории. Что для одних, это вы нам присылаете вашу обрукадабру, и мы сделаем из нее вот такой технологический проект, который там, ну не придерешься, все будет за вас сделано, и вы клиенту скажете, смотрите, какой классный дизайнер, вы мне заплатили 3 копейки, а я сделал классно и воплотил. И наоборот, если по лестницам, если он приносит чертежом, то какая боль у дизайнеров? То, что он отсылает готовый чертеж, а его никто не читает. То есть ты отсылаешь, а там технолог либо не умеет читать, либо он невнимательный, либо еще какие-то проблемы. То есть у меня это постоянно. Я отсылаю чертеж, там все есть, я все начертил, я истратил там, ну или я там, мои сотрудники истратили неделю, чтобы это начертить. А мне ответ через 5 минут, спасибо, все понятно, цена такая-то. Но очевидно, что он не смотрел, вообще он даже не открывал. То есть посмотрел примерно, как это выглядит на картинке, и назвал цену. Вот это убивает. И я понимаю, что с ним будут проблемы, вот это пункт номер 3, проблемы с поставщиком на проекте. Когда проблем будет 15, и все они появятся у меня. И клиент мне потом скажет, слушай, да, этот человек дешевый, но зачем ты его привел вообще? То есть скупой платит дважды, и он на меня это перейдет. Зачем мне этот риск? Вы понимаете, что в силах дизайнера, в моих силах влиять и убеждать клиента, я могу делать это виртуозно. Мне абсолютно все равно, сколько это будет стоить в целом. Я смогу убедить его, что надо купить у вас абсолютно точно, если у него есть деньги. Да, если денег нет, бессмысленно это делать. Но если у человека есть деньги, он просто не понимает. Porsche Cayenne он понимает, он видит его, вот он живой. Он может зайти в него потрогать. И машину, ну, нехорошую. А как бы качество краски или дизайн он не понимает. Ты ему не можешь объяснить. Вернее, как, многие ему не могут объяснить. Дизайнер может. Я могу объяснить. Объяснить ему, что здесь будут проблемы. Какие? Вот такие. Я даже не так скажу. Я ни в коем случае никогда не буду говорить, что будут проблемы. Я скажу, а как мы решим с вами вот этот момент, который возникнет? Давайте закажем подешевле кого-нибудь. А как мы решим вот этот момент, когда будет проблема? Такой, я же думал, ты решишь. Я это не могу сделать, потому что это не в зоне моей компетенции. Давайте вместе подумаем, как мы его решим. Такой, да, давайте думать. Начнет думать вместе со мной. Я буду дальше ему задавать вопросы, которые приведут к тому, что он подумает, да ну его вообще, давайте закажем уже по-нормальному. То есть это модель продаж, по сути, убеждение. Я это умею делать, и в принципе и вы так должны уметь делать. И уметь делать не для клиента финального, а для дизайнера. Как это делать, сейчас покажу. Итак, когда мы поняли, какой у нас тип дизайнера есть, мы должны еще одну вещь понять, это пятая часть, как дизайнер работает на проекте. Для того, чтобы дизайнер нас запомнил, для того, чтобы мы смогли свою продукцию в проект привнести, мы должны понимать, какой у него процесс идет с клиентом. Этот процесс достаточно простой. Он практически у всех дизайнеров один и тот же. Есть два всего, две модели работы. Всего две, я больше не нашел, мне ни один дизайнер не сказал, что есть еще одна модель. Поэтому пока возьмем за аксиомы, что есть две модели работы. Значит, первое техническое задание, потом мы делаем эскиз, подбираем условную мебель, условные материалы, делаем визуализацию, согласовываем это с клиентом. Клиент говорит, да, такую картинку я хочу, это то, что мне надо. Какой дизайнер молодец, наверное, он талантливый. Все, я подписываю картинку, и дальше моя задача подобрать мебель, материалы и сделать чертежи. Это модель номер один. Чаще всего так работает концепт дизайнера. Модель номер два противоположная. Мы сходим сначала с клиентом по выставкам, по магазинам, по материалам, рисуем планировку, собираем необходимые данные и говорим. И клиент говорит, да, я хочу вот это, вот это, вот это. То есть у нас уже что-то реальное. И потом на этом основе я уже делаю реальную картинку по реальной 3D, по тем материалам, которые были согласованы. Это второй способ. Вот два способа вы должны знать. И должны знать заранее, потому что, ну как мы с вами договорились, если мы с дизайнерами работаем, то мы в принципе должны понимать, на какой он стадии на данный момент находится. Как мы это узнаем? Это уже дело техники, но мы должны это знать. И в этот момент, когда дизайнер, допустим, все дизайнеры на планировке, что им нужно? Когда они сдали планировку, они делают что? Вентиляционные проекты. Да, логично. То есть нам надо просто знать в тот момент, когда он делает вентиляционный проект. И в этот момент ему отправить, написать, позвонить, сказать, слушай, я знаю в целом, да, что примерно ты сейчас подходишь к этому моменту. Либо к покраске стен. Вам надо знать, когда ему нужно. И что получается? Получается очень интересный эффект. Дизайнер сидит, он же не думает о вас там или еще о ком-то. Или, ну в целом он не думает об этом, он работает, да, над проектом. Вот я сижу, работаю, делаю планировку, черчу, подбираю материалы. И мне каждый день все равно кто-то звонит, прорывается и кто-то пытается позвонить. И он говорит, слушайте, вам краска там не нужна? Я говорю, нет, какая краска? У меня еще только планировка сейчас. Я сейчас согласовываю вентиляцию. Естественно, мне не до краски. Но если я сейчас ищу вентиляцию, потому что у меня нет подрядчика, либо он там сдулся, либо еще какие-то проблемы, и я сейчас ищу, то я сам полдня трачу в интернете, чтобы исследовать. И мне звонят и говорят, слушайте, а мы, кстати, делаем вентиляцию. Не хотите попробовать нас в качестве эксперимента? Даже если у вас есть специалисты, давайте мы вам сделаем и вы посмотрите, как мы работаем. Протестируйте нас. Я такой думаю, блин, звезды сошлись. Сегодня мне повезло. Я так думаю. Что мы сделали? Мы просто в нужный момент написали, позвонили. Это нужно знать, когда это делать, и для этого нужно изучить процесс дизайна. Все знают, как идет процесс дизайна? Там 44 пункта. 44 пункта. Кто не знает, изучите, обратитесь, узнайте, посмотрите. Я об этом много рассказывал. Напишите, приходите на конференцию, все расскажем, покажем, с дизайном пообщайте. Это как азбуку надо знать. Если процесса нет, то в целом вы не понимаете, где этот момент происходит. Следующий процесс. Процесс, в общем, понятно. Дальше. Два инструмента у вас должно быть обязательно. Без этого вообще, ну, вообще в целом бесполезно работать. Первый инструмент – это карточка продукта. Второй инструмент – это карточка компания. Это описание я, описание, сделанное о вашей продукции, о вашей компании. Но не как вам кажется, не как мы обычно пишем. Мы самые лучшие 20 лет работаем, у нас самые лучшие лестницы, и самые лучшие краски, самые лучшие паркеты и кухня. И вообще мы молодцы. Это все клево. Но это в мире поставщика, а не в мире дизайнера. Как написать в мире дизайнера? Как вы думаете? Хотя бы чуть-чуть подумайте. Достаточно просто. Для того, чтобы написать, чтобы дизайнеру было интересно, есть логика. Логика подсказывает, что у нас есть 5 типов дизайнеров, а в итоге 2, ну, то есть основных. И в итоге нам нужно написать, как мы видим свою продукцию с точки зрения дизайнера. И нам нужно не ошибиться папочками. То есть нам надо дизайнеру-перфекционисту ни в коем случае не отправить историю описания своей компании или описания своего продукта, как для дизайнера-концепт-дизайнера. И наоборот. А когда он получает, он опять думает, что звезды сошлись, это тот человек или та компания, которая меня понимает. Они меня слышат. Они точно сработаемся. Понимаете, что мы сделали? Мы просто подготовительную работу сделали. И это несложно. Этим просто надо заняться. Значит, описание продукта – это как ваш продукт для кого подходит. Ну, там, в вашем случае, получается, это краски дешевые. Вы видите, слушайте, если у вас нет денег, да, ну, как вы говорите, там, мама, там, многодетная мама, вы только купили квартиру, зачем вам тратить по 600 рублей за краску? Вы что, сумасшедшие? Зачем? Сделайте дешевую, нормальную, зато вы въедете завтра. Абсолютно другую историю другому человеку рассказываете. Ну, понимаете, да, что вы чего, будете по три раза делать? То есть вы просто переворачиваете эту историю. Вот. А как это происходит? Вы знаете свойства своего продукта, вы его описали дешевая краска и дорогая краска. Вы быстро отследили, кто ваш клиент, когда он к вам пришел. Кто он? Откуда он? Вы должны знать. И через социальные сети, если вы делаете рекламу, вы это можете узнать. И через, там, мероприятия, через выставки, вы можете узнать, что это за человек. Можете в конце концов спросить. Это несложно. И ему предложить тот нужный продукт. Важно что? Чтобы вы не креативили это на ходу, чтобы не продавец это делал, а делать это массово, делать это централизованно. Почему? Потому что одному можно, ну, отправить, да, что-то, вернее, поговорить можно. А если мы говорим о массовой истории, то мы можем просто тысячу, тысячи клиентам отправить. Да, конверсии будет хуже, чем один на один. То есть с каждым из вас я сейчас сяду, ну, то есть точно вы что-то купите. Ну, то есть это невозможно, что вы не купите. Ну, я просто дожму, и вы что-то все равно купите. Один на один. Не важно, сколько это времени займет, но так будет. Вот. Но это невозможно сделать, когда у нас большая аудитория. Да, конверсия будет хуже, если вы отправите 100 писем, и у вас из 100, допустим, 5 купят. Но зато вы не сидите с ними, да, вот так вот. А вы просто 5, это лучше, чем ничего. А при среднем чеке какому-нибудь, я не знаю, какой у вас, но, допустим, в лестницах я знаю большой средний чек, там около 500-600 тысяч, да, у вас средний чек на лестнице для дома, да? А, ограждение у вас, да? Стекло, стеклянное. Окей, не ваш случай. Лестница, короче, лестница средняя стоит там на дом двухэтажный, получается, там сколько, 500-600 тысяч. Это как бы окей. На них они зарабатывают 150 тысяч. А 150 на 5 это уже сколько? Достаточно много денег, там 700 тысяч. Я говорю, хотите 700 тысяч? Интересно, а как ты это сделаешь? Я говорю, смотрите, вот так. Я просто могу ему показать и привести вот эти материалы, которые я сейчас даю, к деньгам, к реальным деньгам. И за счет того, что у меня есть контакт с аудиторией, я сейчас, если вы напишите, у меня предложение такое для всех поставщиков есть, оно работает. Моя задача собрать базу надежных, проверенных, описаний, даже не поставщиков, да, я там не говорю, что у вас там, что там хорошо или плохо, я в принципе за вас не впрягаюсь из-за поставщиков никогда. Я говорю, что есть вот анализ. Анализ вы можете проверять сами, но есть данные, вы можете с ними работать. Моя задача сейчас 50 компаний описать, я уже описал где-то 5-6, но вот 50 мы записываем и их отсылаем. То есть я делаю рассказ. Сегодня я покажу вам компанию Палаццо Мобиля, как выглядит. Так, и, собственно, описание продукта, описание компании. Дальше у нас есть обязательно, должен быть обязательно договор и условия, агентский договор с дизайнером. Вы заключаете? Заключаете? Молодцы. Да, кто заключает? Там в чем суть? Чтобы получили деньги дизайнеры не с надбавки клиенту, а условно с прибылью. Это самая ключевая штука вообще. Вот, если это происходит, то можно хорошо работать. Так, дальше что важно, здесь детали, не будем комплектации поставщиков. Короче, давайте перейдем уже, наверное, к самому веселому и интересному. Сейчас я покажу карточку, например. Давайте я быстро карточку компании покажу вам, как она выглядит сейчас в Палаццо. Может быть, кто-то видел. Я сейчас почему быстро это пройду? Потому что у нас не так много времени, я хочу вам показать еще пост, как он работал, какое описание холодного поста либо холодного звонка может быть. Вот, мы сейчас к нему перейдем. А эту тему вы можете на YouTube-канале посмотреть, она у меня есть. Собственно, что я делаю? Вот эти ребята, они участвовали в описании. Попросили меня сделать описание, я сделал. Здесь идет описание с точки зрения, как будто это сценарий. Как мы можем описать, чем компания занимается. Оно состоит из 20 пунктов. Да, давайте, кстати, я вам дам, вы можете сфотографировать эту штуку. Сейчас, где там она была. Вот, 20 пунктов, по-моему, вот этот. А, нет, не этот. Ага, сфотографируйте, это полезная штука. Если вы ответите на эти вопросы о продукте, о своем, неважно, кстати, вы дизайнер или вы поставщик, то у вас будет очень сносное и внятное описание компании, с которым можно уже работать, вернее, продукты в данном случае. Сфоткали? Полезная штука это будет. И описание компании. Вот 20 вопросов, которые позволят… Ой, они тут маленькие. 20 вопросов, которые позволят детально описать вашу компанию с точки зрения того, что хочет увидеть дизайнер. И когда у вас будет этот сценарий, вы сможете спокойненько, ну, его либо на видео снять, либо написать из этой информации, поставить копирайтер, кто это напишет. В общем, у вас будет такая упакованная, по сути, компания. Хотя бы данные будут, да, для того, чтобы креативить дальше. Из этой истории можно делать публикации, выступления, ну, и все остальное. Так, сейчас Палаццо Мобиль покажу. Мебельная компания. Ну, надеюсь, вы понимаете, да, что это реальная компания, и я их показываю, ну, потому что это они самые первые были, кому я сделал эту карточку. И, ну, плюс бесплатная реклама им каждый раз, я показываю, как пример, как надо делать. Это эталоном уже стало. Мне кажется, даже ради этого стоило эту штуку заказать и использовать. То есть тут, по сути, эталон описания, что хочет видеть дизайнер, да. Краткое описание, я сейчас не буду засчитывать, посмотрите еще раз, просто заголовки вам покажу. Почему у нас низкие цены? Почему эта штука важна? Ничего себе, у них низкие цены, тут объяснение почему. Объяснения не такие, что потому что мы самые лучшие, а реальные факты, почему так происходит. И ты читаешь когда, что да, мы верим, верим в эту историю. Дальше, проверяем поставщиков на надежность. А как вы проверяете поставщиков на надежность? А вот так, за счет там первого, что мы знакомы, за счет там второго, что у нас там есть какие-то контакты. Вот портфолио с фотографиями. Да, еще одна важная часть. Не один, если будете заказывать, допустим, описание карточек, либо будете у кого-то что-то делать, именно чтобы вашу компанию описали, никто полностью за вас ничего не сделал. То есть для того, чтобы эта штука работала, у вас должны быть еще и примеры. Вот в данном случае, я, кстати, каждый раз об этом говорю, то есть я не стесняюсь. Я говорю и положительные стороны компании, и отрицательные. В данном случае я считаю, что очень жалко, что ребята не прислали портфолио с фотографиями, потому что я бы сюда их вставил, и я бы их показывал каждый раз всем дизайнерам. Но они просто не парятся. Они мне просто так сказали. Когда мы все это сделали, у нас там столько стало заказов, что в целом уже нам и неинтересно даже переделывать ни сайт, ничего. Я говорю, спасибо, нам все хорошо. Ну окей, хорошо, так хорошо. Мне просто обидно, условно, что это моя работа, я ее сделал, я ее показываю, а фотки нет. Я к чему? К тому, что все равно нужно будет собирать какие-то материалы, фотографии себя, фотографии вашего производства, какие-то детали. И чем больше вы подготовитесь, тем лучше. Тем лучше будет, соответственно, в том числе и описание вашей истории. То есть я не смогу там за вас, если я буду описывать, это все подготовить. Подготовка должна быть. Принцепционное образование. Тема, связанная с тем, что нужно писать обязательно стоимость. И откуда она берется. Почему это нужно? Казалось бы, позвоним и сейчас тебе все расскажем. Ничего подобного. Звонить никто не будет. Почему? Потому что дизайнер тупо делает дизайн ночью. Ну кому он ночью будет звонить? Он сидит, ему надо на сайт зайти и быстро посмотреть. Дизайнеру нужно посмотреть это все, не отвлекаясь, никого не отвлекая. Я понимаю, если я буду звонить, мне сейчас там 10 тысяч вопросов тупых зададут. Опять же, тупых без обиды, да, но как бы мне не это надо. Я умный, я посчитаю, я закончил вуз, я умею математикой считать. Я смогу прикинуть разницу. Мне же не нужно до копейки, мне нужно принципиально понять. Вообще в целом мы делаем, допустим, лестницу из металла, либо из дерева, да, потому что разные позиции. Мы делаем, допустим, столешницу из гранита, из мрамора, да, либо из доски, потому что она в 5 раз дешевле. Я должен понять, потому что мы хотели из мрамора сделать на объекте, но когда нам посчитали, оказалось 2 миллиона. Заказчику с такими глазами, вы чего вообще? И мы сделали за 200 тысяч из дерева. И получилось, ну, в принципе, нормально. Он говорит, окей, пусть будет эконом-вариант. Но если бы я начал там звонить, заполнять, я бы потерял там 5 дней своего времени на это все. Зачем мне это надо? Укажите, помогите, расскажите, так вы уберете не своих и привлечете своих. Это очень клевая история. Если есть кейсы писать, собственно, от чего зависит, тоже это сделайте. Дальше контакты, все остальное. Почему контакты здесь? Потому что в целом вот эту карточку не обязательно использовать. То есть это не самостоятельный материал, это не самостоятельный носитель информации. Это больше как сценарий. Когда фильм мы снимаем, допустим, у нас есть некий сценарий, мы его сделали, и из него мы можем сделать много разных элементов. 10 постов в Фейсбуке, можем книгу из этого написать, можем кейс сделать, можем выступление сделать, презентацию, еще что-то. Но если это используется, и как дополнительно еще мы отсылаем это через почту, потому что я как дизайнер, я запрашиваю, если вы поставщик, пришлите мне карточку свою. Я вас спрошу первым делом перед сотрудничеством. Что такое карточка? Вот 20 вопросов, ответьте, пожалуйста. И я сейчас всех дизайнеров учу именно так делать. И моей задачей в целом поменять рынок так, чтобы это было стандартным по умолчанию. То есть компания условно без карточки, то есть дизайнеры не принимают вообще в целом, не рассматривают компании без карточек, и клиентов я еще научу не принимать у дизайнеров тоже сводную таблицу без карточек и без описаний в понятной форме. Это очень клево сыграет на то, чтобы те, кто хорошая компания, они могут это сделать. Они очень хорошие, они будут ходить и потом звонить, и естественно от них продажи будут все меньше и меньше. Поэтому то, что я сейчас вам эту тему даю, вы по сути находитесь на передовой. Через год-два это точно изменится. Как это изменится? Очень просто. В 2014 году мы сделали тему комплектация. Комплектация, знаете, что такое есть? Слово вообще? Слышали? Знаете, что такое комплектация делают? Вот раньше этого никто не знал и не делал. Вот именно системно, именно так, как описано в процессе. Сейчас, если походишь по лекциям, можно посмотреть, как другие дизайнеры рассказывают, собственно, как это делать. Вот это произошло почему? Потому что целиком дизайнерским сообществом мы внедряем тему. Эта тема внедряется за счет, в том числе мы сейчас и клуб делаем системных дизайнеров, которые как раз таки так работают. И они являются факторами влияния, по сути, на всех поставщиков, дизайнеров, клиентов. Это распространение стандартов, которых нет, потому что никто кроме нас не сделает. Поэтому вооружайтесь и делайте. Это обязательно для всех поставщиков, это очень нужно. Ладно, я сейчас не буду детально здесь все это описывать. Вы сможете, надеюсь, вы поняли важность. Поняли важность этой истории? Если поняли, зайдете, посмотрите, как это все работает, попробуйте сделать. Если у вас получится хорошо… А, окей. Да, сейчас я уже заканчиваю, пост покажу. Если у вас получится хорошо, присылайте мне. Я всегда за то, чтобы работать, собственно, с компаниями, которые тянутся и которые стараются… Которые, короче, применяют то, что я сейчас нарассказывал. Поэтому пока 50 мы не собрали, пока это еще бесплатно. То есть вы можете мне написать, я вам отошлю ваш разбор и покажу другим. Смотрите, компания такая-то. Вот она сделала. Вот у них, условно, вот это клево, а вот здесь я бы сделал получше. И отошлю дизайнеру, скажу, а как вы думаете, как здесь лучше поступить? То есть понятно, что каждый дизайнер хочет дать свой комментарий, потому что каждый хочет почувствовать себя самым умным, давая комментарий. Но чтобы ему дать внятный комментарий, ему нужно изучить будет ваш кейс и ваше описание. Логично. Таким образом, вы свою медийность повышаете. И я могу это сделать и обеспечить. Я уже это делаю очень легко и просто. В том числе вот сейчас даже показываю, условно, в Палаццо Мобиля. Там тысячи дизайнеров уже это смотрят. Понятная идея? Продукты или поставщика? Продукты я еще вам не показывал. А, ну вот, кстати, карточка продукта. Вот две карточки. Эту карточку мы сами сделали. Это лестница у нас на одном объекте. В чем здесь суть заключается? Это карточка дизайнера, как его называют, дизайнера-изобретателя. В чем суть? Мы предлагаем такие лестницы, вот такой, блин, что ж такое? Для чего я это предлагаю? Это наша услуга, по сути, для клиента. Вот лестница, да, видите, из металла. Как она сделала? Когда мы обращались в компанию, нам называли стоимость такой лестницы полтора миллиона. Клиент такой сказал, нет, что-то много полтора миллиона, давайте как-то дешевле делать. Какие есть варианты? Как можно ее сделать? Достаточно просто эту историю можно сделать, если у тебя есть хороший толковый дизайнер, который разбирается, который чертит чертежи. Мы берем дизайнера, он чертит, собственно, чертежи. Вот так это выглядит. Видно, да? Вот это в скетчапе, да? Потом мы это отправляем на завод. Отдельно заказываем, отдельно еще конструктора привлекаем. Значит, подсчет этой конструкции, я не помню, или 30, или 50 тысяч стоил. Ну, чтобы ее... Короче, на все проектирование 50 тысяч у нас ушло. Мы заплатили это условно из своих денег. Но на заводе нам эту лестницу сделали не за полтора миллиона, а за 166 тысяч рублей. Дальше мы заплатили 150 тысяч команде, бригаде, которая пришла и собрала эту штуку. Мы специально ее запроектировали таким образом, чтобы она собиралась как... Ну, через... Короче, поменьше сварки там было, побольше всяких шурупов. Ну, и плюс сварка там была. Короче, нам эта лестница обошлась там в 350, в 400 тысяч, допустим. В противовес полтора миллиона. Логично, что мы эту историю можем клиенту продать там за миллион, спокойно. Клиент сэкономит с нами 500, а мы заработаем 600. Крутая же схема? Очень крутая. И что я делаю? Я, в принципе, вот так я могу спокойно продать клиенту свой дизайн. Я говорю, смотрите, как мы делаем. Вот возникла проблема, вот возник вопрос. Это кейс. Как мы сделали? А вот лестница живая, она уже стоит, по ней ходят люди. Стоит она вам будет? То есть мы ее сделали за 400, да, компании полтора миллиона. Хотите с нами сэкономить? Закажите дизайн-проект. И лестницу мы вам отгрузим там без, допустим, надбавки. Куда, классно, дизайнер, наверное, вот для чего дизайн нужен, чтобы экономить мне деньги. Понятно, что на этом примере я наглядно показываю, как мы сэкономим ему денег. И более того, я говорю, вот чертежи, которые стоят 30-ку. Или полтос там в итоге. Ну, то есть 50 я вместе посчитал. Я посчитал еще и менеджерские расходы, сколько нам пришлось. Говорю, вот чертежи, не веришь, посмотри. Это карточка, да, как это? Вот эти самые бригады рабочих, все честно. Вот как мы это делаем. Вот там как мы обеспечиваем изоляцию от пола. Короче, я все это дело рассказываю. Он говорит, да, дизайнер не дурак. Умеет это все сделать. Значит, доверие есть, значит, круто. И описание есть. Это называется карточка продукта. Сложно такую сделать, как вы думаете? Такое сделать несложно, если у тебя есть последовательность. И если ты нафоткал, короче, с телефона. Я попросил строителей просто нафоткать в процессе. А потом мы это сели и за 2 часа собрали. Взяли редактора, который просто нам ошибки поправил. Это 2 часа работы максимум. А эта штука приносит, понимаете, сколько это денег приносит? То есть в целом. Даже не просто вот как бы в продажах. Скажем так, не в заказах, а в продажах. То есть когда я сажусь с клиентом, чувствуется, что дизайнер эксперт. Хотя вы в целом меня не знаете, да? Но чувствуется, что что-то он там понимает. Я просто рассказываю и показываю, как мы это делали. Вот и все. Тут даже убеждать никого не надо. А другой дизайнер, допустим, это не показывает. Еще одна история для контраста, да? Это уже тема с душем. Это мы, естественно, не делаем. Это просто как мы собрали. Была такая тема, что есть душевой слив. И интересная история, что ты можешь в него сделать плитку. Ну, вмонтировать прям. И самое прикольное заключается в том, что у нас этот трап стоит столько же, сколько обычный металлический. Вот в чем прикол. Но скажите, это гораздо более эффектнее и гораздо более, ну как, дизайнерский ход. В целом эта штука, по-моему, там 3 тысячи стоит. Ну, или там полторы. Короче, не дороже. Но мало кто об этом знает. А мы говорим, что вот такая штука есть. Вот как она выглядит. УТП ее. Плюсы ее. Ограничения. Где использовать, где не использовать. Какой материал. Какие модификации бывают, пожалуйста. 100, 200, 300. Особенности. Вот как выглядит эта штука. Это мы, понятно, да, что с рекламного буклета взяли. Но мы описали эту. А, вот 2 тысячи за комплект. Пожалуйста. И в чем мы говорим. Смотрите, для чего нужен дизайнер. Дизайнер нужен для следующего. Когда у вас придут строители и скажут, давайте купим пластиковую вот эту фигню, там, или из-за нержавейки на ближайшем рынке. За те же деньги, по сути, да, слив. Ну, окей, он будет 1000 рублей стоить. Но это примерно то же самое. Смотрите, вот так же гораздо эффектнее и эстетичнее. Смотрите, в клевых журналах так печатают. Вы же хотите, чтобы ваш проект был качественным, по-дизайнерски? Да, конечно, хотим. Стоит ли это, там, вот эта тема? Да. И, по сути, я ему открываю область, которую он не знал. Вот они награды какие-то там получили. Почему? Потому что я просто выцепил это как дизайнер и описал это в своем продукте. И, казалось бы, это все знают. Он на выставке походил, да, можно это найти. Но никто не обращает на это внимания. Вы, как поставщики или как производители чего-то клевого или хорошего, можете спокойненько сделать эту историю. Просто показать свой хит, товар-хит, и описать его именно так. И просто его посылать всем. Почему? Потому что на товар-хит пойдут люди. Ну, то есть клевый же душ, классный, лестница офигенная, всем можно показывать, рассказывать. Ну и так далее. У меня там таких примеров достаточно много. Моя задача была больше. Мы делаем специальную платформу, опять же, куда будем, не только я, но и другие дизайнеры, куда скидывают по такому формату информацию. И вы можете скидывать туда, если оформите именно так. То есть мы принимаем информацию в определенном виде. Почему это важно нам? Чтобы мы могли в букинге как фильтр сделать и быстро понять, кто хороший поставщик, а кто нет. Опять же, эта тема очень горячая, ее нужно обязательно сейчас делать. Тогда будет работать. Так, ну ладно. Есть ли я какие-то вопросы покажу? Сколько? А, окей. Тогда пост покажу. Да, я вчера опубликовал пост. Вы можете зайти посмотреть. Пост заключается в следующем. Как привлечь дизайнера холодный звонок. Да, и вот там куча сразу людей, там сколько-то комментариев. Каждый пришел, высказал свое мнение. Хорошие поставщики, плохие поставщики. Короче, никого не оставило равнодушным. Ну, то есть удачная задумка. Там кто кому-то понравился, кому-то не понравился. Но в целом все сошлись во мнении, что тема вообще классная. И я сейчас ее покажу и быстренько прокоменчу, наверное. Так, как раз у нас две минуты есть. Ха, а я, наверное, скрин-то его и не снял. Ну ладно, окей, тогда останьте с тайном. Тогда будет вам домашнее задание. Я сейчас расскажу, в чем суть. А вы сможете зайти ко мне на Инстаграм, подписаться на канал на Инстаграмный. И там прочитайте этот пост. И на Фейсбуке его детально можно посмотреть обсуждение. В чем тут суть заключается? Вы увидите, когда прочитаете. Там есть, по сути, эмуляция холодного звонка. Когда человек сидит, делает дизайн, ему звонит поставщик по вентиляции. И как он ведет диалог? Вы обратите внимание на те психологические факторы, которые называют звонящий. Для чего он это делает? Для того, чтобы завлечь внимание дизайнера, как он это делает, вы сможете проследить сами. Если захотите такие же истории уметь делать, либо сделать ваши карточки продуктов поставщиков, компаний, то обращайтесь, с удовольствием помогу и расскажу, как это сделать. Сейчас, к сожалению, у нас время заканчивается. У нас следующий спикер, нами любимый.